всем привет мы сейчас с Димой в делах вообще у нас столько дел на сегодня мы уже сходили на новую почту разобрались с нашим компьютером и забрали в общем продали его телефон забрали там деньги а потом мы едем к демоной сестре встретиться с ней и кстати тоже за спать и вот а потом я еду косметолог и вроде бы планы на этом все если опять флосмажора какого-то не будет то это все мы сейчас уже идем моей сестре катя кстати нам писали наши одногруппники среди они уже там большинство из них они говорили что там очень дешевое такси по сравнению с барселоной да они нам писали что такси из центра в университет университет находится другом берегу то есть там получается как окраина скажем так стоимость 4 евро такой поездки вот барселоне за 4 евро не знаю куда можно доехать соседний квартал наверно за 4 евро посадка в общем за 4 евро в барселоне никуда нельзя поехать даже даже метро стоит сколько 3 евро в барселоне я уже в центре я сейчас иду к косметологу такая хорошая погода что у нас вообще такой снежок милый я вышла уже от косметолога сейчас иду в центр немножко купить сувениров таких именно сувенирных с украины нашим одногруппникам и в общем какая-то вообще маша растеряша последние дни я потерял перчатки в такси и таксист обещал мне их вернуть он них привезет вот такие у меня приключения в последнее время все я купила сувенир такой брелок очень прикольный закрыть мой магазин штуки в которые я хотела зайти так очень прикольно сувенирная лавка и не только сувенир на наброс таких а подарки прикольные вот и там все почти украинские производители и было бы прикольно что-то купить нашим иностранцам но к сожалению сегодня закрыт а несмотря на то что у кати там что-то теряется разбивается закрывается не странно это у нас все равно есть хорошие новости мы нашли квартиру в риге да мы сейчас ее покажем вам мы нашли через ту программу airbnb по которым мы рассказывали вот такой вот квартиру мы нашли сейчас я еще другие фотки покажу она не сказать что прям нам вот очень сильно понравилось и что она там идеальная квартира нормальная обычная квартира вот что нам реально понравилось в этой квартире так это местоположение смотрите она находится прям в самом центре риги вот здесь старая риги квартал называется вот а наш университет находится вот здесь то есть нам нужно будет переехать через мост и мы сразу же вот здесь в университете мы уже ложимся спадки я ложусь спадки один еще обрабатывает видео и мы задаемся вопросом почему так всегда получается что вот все ложится на последние дни вот неважно как бы ты все планировал как бы ты все вот хотел чтобы было там не знаю писал какой-то план что-то еще все равно вот все наваривается на последние дни вот мы через три дня через два дня и у нас за эти два дня больше всего накопилось дел чем за те две недели что мы были сделала и самое интересное просто такие дела которые от нас не зависят вообще да то там не знаю с банком там нужно карточку открыть они открыли там не те карточки которые нам нужно было вот то вот с ноутбуком его продавали четыре дня она лежала на складе потом чувак пришел посмотрел сказал что у него не нравится и он отправил его назад и вот в общем вот такие вот какие-то да реально не запланированные и независимые от нас обстоятельства мы желаем что у вас не было каких-то обстоятельств которые от вас не зависят у вас все что по плану да и всем хорошего дня всем до завтра пока